Многие меня спрашивают, в чем разница между тренажером и Врита и, например, моими же какими-то курсами, которые я провожу онлайн. Ну, разница очевидна. Курсы, они более объемные. Кстати, они у меня тоже проходят на Телеграме и тоже в закрытой группе, как и тренажер. Но курсы все-таки включают в себя последовательные темы, уроки, структуру и, самое главное, объем работы. Человек, который записывается на курс, должен быть готов к тому, что домашние задания, самостоятельная работа, она объемная. И он должен выделять на это определенное время, если он хочет получить результат. Тренажер и Врита, в отличие от курса, он, во-первых, не разделен на темы. То есть каждый день я выбираю какую-нибудь бытовую важную тему. Это может быть какой-нибудь корень бытовой, который часто используется, глагол, наречие. И после каждой такой темы, такого мини-урока, ребята получают вот пять маленьких предложений. Ну, уровня, скажем, от алиф плюс до бет до бет плюс, в зависимости от темы. Ну, а на следующий день у них есть возможность проверить себя, потому что это высылается автоматически. Каждый просто смотрит в удобное для себя время, когда ему удобно, в любом месте, в любое время. Плюс у нас проходят еженедельные прямые эфиры только для членов тренажера, что, в общем-то, тоже очень познавательно. Так что, ребят, если у вас есть, как на Иврите говорят, Итлаптут, сомнения, куда записываться, имейте в виду, что курс и тренажер это разные вещи. Многие, кстати, совмещают, потому что тренажер Иврита – это как некая подпитка дополнительная. А некоторые, наоборот, после курса. После того, как отучились у меня, хотят уже отточить какие-то навыки, начать правильно составлять предложения, правильно использовать все инструменты, которые были даны на курсе, глаголы, предлоги, времена, и уже делать это на бис, рандомно. Вот в этом преимущество. Ты никогда не знаешь, какое задание тебя ждет завтра. И в этом, в общем-то, и интерес, не только задание, но и какая тема. Так что приходите, присоединяйтесь, вы не пожалеете. Продолжение следует...